Если вы услышите вариант снято снаружи, что не худший вариант, то это я продолжаю. А там мой брат из Косомской области Юрий Железов возьмет и все это или сошьет, или разделит на две серии. Так, поехали. Итак, вы видите фактически целину. Вы видите, наверное, несколько лет назад это была земля колхозная, пахотная, потому что если так легко оставляют следы то ли трактор, то ли автомобиль, значит, а и вот уже поднимаются эти самые, поднимаются кустарники, ну и пусть себе поднимаются. Так. В общем, его легко привести в порядок. Смотрим как. Вот один вариант. Спасибо автору этой фотографии. Это мой ученик. Обратите внимание, здесь земля светится между грядами. Все-таки не так давно, видимо, она стала этим. Но все-таки человек сделал правильно. Он не стал всю землю перепахивать. Поняли? Это еще раз. Я горжусь своими учениками. Еще пример. Видели? А вот эти фотографии, я называю, борьба нового со старым. Тут и посажен, вот он, стрелку нарисовал, автор нарисовал. Вот он, сын Мазурцева. Все на холм. Прекрасно. А что в правом верхнем углу? Ну-ка, 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 ну-ка. Я специально увеличу. Любуйтесь, друзья. Та же самая дебильная покрышка автомобильная. Подчеркиваю, дебильная. Человек еще на ходу учится. Еще не убрал ее. Видели? Вот. Идем дальше. Это тоже я называю. Я называю борьбу с старым словом. Вы извините, я какую-то фотографию уже показывал, какую дважды. А есть которые трижды. Но это важно. Вы задали вопрос. Я обязан среагировать. Еще миллионы людей про меня не знают. Кстати, скорее всего, никогда не узнают. Вот так вот, такой у нас интерес с одного, с одного. К новому. Вот эти голыши. Не знаю, я фотографии прислал, уже по-новому посадил. А то, что в середине голышей это раньше сгниет. Помните фотографию показываю? Еще покажу. Вот. Ну, сейчас я что хочу сказать. Подмосковье. Ужас. Или где-то сами с карьера доставали. Или красили. Ярко-белый, наверное, красили. Я не догадался поцарапать. Огромный массив, называемый, дачный массив. Земля чистая глина. Абрикосы не растут до этого. Их можно вот так вырастить? Вот как вы видите в центре. В центре моя технология. Посадка на холм. Это не чисто моя. Моя другая. Посадка на неспаханную землю. Вот это мое. А тут скажут, опять присвоил себе изобретение посадка на холм. Посадка на неспаханную землю. Вот мое изобретение. И вот там сотни, сотни. Я видел участку. На всех вот эти дебильные. Это же все к крайнему гниению. Все эти бесконечные вот эти круги. Вы же догадались, как я их ненавижу. И как от них... Я уверен, что прошло 10-15 лет, как я в Подмосковье ходил по садам и с ужасом. И я уверен, они сейчас там же так же эти лежат и догнивают у них. Вы бы видели деревья покрытые. Нет, не плодами, нет. Мхом до верхушек. Ой, да. Все было. На этом мы проходили. Благодарю одного из авторов вот за этот. Видите? Пусть я уже показывал этот. Еще раз покажу. Разве сгниют-то такой вот. Это корни, разве замерзут? Если вот тут вот будет расти. Садить советую густо. А лучших лучших оставить навсегда. Как бы уже прижившиеся, которым понравился климат, почва. Еще вариант. Прямо эти. Видите, каждая пятнышка, это семечка. Ну, можем, если захотим. Вот это вот я начинаю критиковать. Ребята, ну что, разве можно так крутовато? Ну, раз тема посадка на холмы, вторая причина, помните. Вот мои абрикосики. Вот тут могут подмерзнуть. Ну, не эти абрикосики. Если мажорцы, никогда не подмерзнут. Китайские сливы не подмерзнут. Проверено это самое. Сибирские яблони, как подвой, не подмерзнут. Вишни не подмерзнут. Сливы китайские, я сказал, не подмерзнут. А мажорские абрикосы не подмерзнут. Груши уссорийские не подмерзнут. Но, все-таки, получается так. У меня была одна зима, Новый год, минус 40. И все. Ни одной кругом трава. Ну, правда, замерзшие винии, снега нет. Только инии. Минус 40. И весной я ждал мертвый сад. Это было давно. Сад оказался совершенно жив. То есть, или уже действительно мы, сибиряки, умудрились немножко, даже немножко, мы умудрились взять и переделать уже чуть ли не генетику подвою. Точнее, использовать их максимальной пользой. Потому что, знаете, они обязаны были замерзнуть согласно данным науке. Возможно, наука про них не знает. Или просто мы произвели дополнительный отбор, скажем так. В общем, холм крутоватый, поняли, да? Вот, наш. Вот посадили, молодцы. Крутоватый. А вот этот, наоборот, мелковатый. Вот это вот Краснодарский край. Так, старый снимок, привет, приятель, уже все забыл, как зовут, вот. Это из всех, Анастасиев, все я себя помню. Все прекрасно, по железу, все. Знаете, а здесь снега полметра и выше, допустим. Абрикосы загнить будет. Нет уж, вот такой бы, такой бы, который я бы критиковал. Но еще вокруг, не пожалейте земли, не пожалейте перегнать. Размашьте его, но не уменьшайте его размеры. Он просядет, но все-таки сделает его более расплывчатым. И в то же время не таким мелким. Вот видите, две крайности. Вот человек старался, по-моему, перестарался. Вот. Вот этот человек, вот зачем он берил дерево, это другая тема. Вот. Никто понять не может, что побелка приносит вреда больше, чем пользы. Вот. Но посмотрите на холм. Что, чтобы корни загнили? Ведь у них все же такие морозостойкие корни, как у железа. А этот человек дважды себя обманул. Умудрился посадить, замульчировать. А потом снова вторая ямка. Ну, ну, не ничего. А если приглядеться к дереву, мне кажется, его давно в живых нет. Но я не виноват. Кто мне прислал фотографию? Или свой? Посмотрите. Человек взял, отрезал. Видите? Внимательно смотрите. Я даже еще увеличу. Мне вот такие вещи в глаза бросаются. Ну, ты старался. Ты сделал специальный предсвольный круг. А зачем ты его искалечил? Вот. Вот. Рано видеть. Видите? А вот смотрите, какая вверху, вот самым. Белое пятно круглое. Да вы что с этого? Я иногда говорю. Я знаете, когда перехожу на украинский? Вот. Когда волнуюсь. Все-таки детство в украинской школе прошло. По новой. Вы что, с глузды съехали? Че шо? Ну, разве можно так к дереву обращаться-то? Причем вижу, что наверняка отрезал живые ветки. Судя по тому, что вот просто взял ему, ветка мешала. Как научили эти тысячи публикаций по уничтожению. Ведели тысячи. А мне опять давление сказали. Я же могу одна же упасть возле экрана. А это что? 2022 год. Внимание. Ну, это я в январе сделал с экрана фотографию. А фотография была сделана в 21-м году. Вот не фотография, а фильм. Персик посадил. Что, с глузды съехал? И это на все. Главное, лучше-то всю страну. Вот что мне обидно. Ну, колись ты себе на здоровье. Вырастил лучше персик. Пусть ты, допустим, прав. Вот так его надо было гноить. Ой, в смысле, растить. Ну, и расти-то на здоровье. Люди-то в чем виноваты. А это? Тоже на всю страну. Федеральный канал. Чему ты учишь? Так, смотрите. Я заканчиваю этот фильм. Потому что, знаете, откуда я это взял? Я это взял. Часть. Я думал, два-три снимка сделаю и все. Но, значит, фотография за фотографией, фотография за фотографией. И полностью всю эту тему практически раскрыл. Полностью. Вот это вот, да? А на самом деле, это завтрашний. Вот если сегодня брат сделает этот фильм, то я вас призываю. Посмотрите завтрашний вебинар, пожалуйста. Вот. Юля, я... Вот этот брат сделает, да? Вот. Я сейчас даже... Я получил еще сотни фильмов. Я тону. Я не досыпаю. Я как бы жалуюсь, да? У меня есть проблема по деньгам. Но вы, видимо, прислали деньги. Кто-то же прислал мне три тысячи. Это раз. Сейчас запланировано четыре тысячи. Мы с братом сделали. И еще несколькими друзьями. Вот. И еще деньги нужны. Раз. Потому что мне... Я все равно, я уже не могу свои платить. Мне надо платить тем, кто помогает. Раз. Теперь, что я хотел сказать. Вот. В любом случае, этот фильм будет на... 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 Он будет... В нескольких... Как это зовут? В нескольких сетях. Надеюсь, вы увидите, если я не найду ваше... Не найду ваше письмо. Вот это вот письмо. Дорогие костейные ситуации. Посадили храмы. Вот. И так далее. Вот это ваше отчаянное письмо. Отчаянное. Вот. Видите? Беда. Приход решил облагородить. Вот на этом я все заканчиваю. Но я хочу сказать, что... Будет еще... Мой вебинар. Вот. Это часть. А здесь... Боже мой. Эх. Боже мой. Сколько здесь тем. И так. Будет 235-й вебинар. Вот это вот. И мы будем продолжать. И продолжать. И продолжать. Учиться. Другое дело нас мало. Но я сегодня сделал этот фильм. А может быть получится 2-3 серии. Вот он сейчас длинный получился. Вот. И еще скажу. Я не прошу милостыни. Я предлагаю за пол цены купить уже сухие семена. За пол цены. Вот. Потому что придет следующий урожай. А я показывал фильм. У меня абрикосы опять цветут. Вот. Вы получите их за полную стоимость. И не только. И сливы, и вишни. А эти самые. И абрикосы. И так далее. Вы все это будете платить по полной программе. Если кто-то упустит шанс. Прошлогодные семена. Голову дают отсечение. Урожай 2022. Он. Абсолютно. Семена здоровые. Хранение надлежащее. И всхожесть. Я дожил до того, что несколько человек написал. Урожай 2022. Мне не свежий урожай, а прошлогодний. Кто уже это испытал. Видели схожесть. Великолепно. И в этом году великолепно. Всего пару человек хмурятся. Но скорее всего сами. А у меня еще тут есть ватсап. Я еще. Хватит сил времени. Я еще сниму. Потому что я получил несколько сотен. Подчеркиваю фотографий. От людей большинство. Из которых я и не помню. И не знаю. Кто выписывал. Косточки. Семечки. И которые писали фотографии. Со схожести. 8, 90, 100%. Я буду доказывать, доказывать. На сотню то вы купили. Косточек. Вы заплатили. Если со скидками. За эту сотню. Полторы тысячи рублей. Плюс пересылка. А если. Допустим. Старифицированное. Ну две тысячи рублей. Ну. За сто. А если зайдет 50, 80. То у вас такое садище. Лучено все округлое. Через пять лет. Все в плодах. Учитывая количество деревьев. И перекрестное поление. Ну это то можно. Ну. Отказаться от нескольких дебильных. Этих самых. Но для этого вебинар. Где я буду показывать. Что нельзя заглублять. Нельзя это. Нельзя то. Нельзя мульчировать. И так далее. Все друзья. До свидания. Вот. Еще раз. Я не с протянутой рукой. Я вам предлагаю такие условия. Что странно. Когда каждый раз после этого. В лучшем случае. Приходится один заказ. На семена. Все. А еще плюс диски учебные. Книги. Ну книги чуть-чуть стали брать. Две. По две в неделю. Все. До свидания. Я вам надоел. Кажется. Вот. Отключаюсь. Тут. Тут. Здесь. Продолжение следует...